Наука и техника Но от холода можно не только заболеть, но и напротив выздороветь Все подробности, как это сделать, что такое криогенные технологии в области медицины Нам сегодня рассказывает доктор медицинских наук, хирург-онколог Член Совета Директоров Международного Общества Криохирургов Ведущий научный сотрудник НИИ онкологии имени Петрова Георгий Прохоров Георгий Георгиевич, добрый день Добрый день Юля, вам слово Спасибо большое Сегодня у нас оттепель, не так уж и холодно Но, тем не менее, зима – это, конечно, повод поговорить о низких температурах И не только в связи с климатом и погодой Кстати, у нас работают кондиционеры Это ничего, Георгий Георгиевич? Я вас не заморожу? Нет, это не та температура Я бы всегда 195 минус Я тогда понял бы Окей, в следующий раз попробую Ну и о таком направлении, с которым, наверное, сталкиваются далеко не все Как криомедицина И, Георгий Георгиевич, скажите, пожалуйста, как холодом сейчас наши врачи могут вылечить даже рак? Ну а потом поговорим немножечко и о каких-то других медицинских использованиях в медицине холода Ну да, спасибо Я понимаю тему нашего разговора Самое, пожалуй, тут заковыристое в этом разговоре То, что про холод знают все У всех есть холодильники У всех есть морозильники И все прекрасно знают, что холод – это один из консервантов Действительно, холод обладает четырьмя основными мощными свойствами Первое – это законсервировать А может быть, первое – это убить А второе – законсервировать Третье – вылечить А четвертое? А, да, четвертое – сделать все сразу Убить, заморозить и вылечить Именно с такой ситуацией мы имеем дело Когда используем холод Крайне низкие температуры для лечения злокачественных опухолей Это насколько низкие температуры? Криогенные температуры – это те, которые ниже 150 градусов Цельсия в минусе От минус 150 до абсолютного нуля, конечно, мы не доходим Где-то используются жидкие гелии, это дороговато А жидкий азот – это минус 195,6 градуса по Цельсию Эта температура обладает, даже при меньших уровнях ее, обладает разрушительным действием То, что она используется при консервации – это совсем другой вопрос Останется время, поговорим о криоконсервации А сейчас остановимся, может быть, на таких вопросах Как способность убить раковые клетки И как способность лечить Знаете, есть такая поговорка латинская Если перевести на русский язык, это выглядит просто Все хорошо в меру А если говорить дословное содержание этой поговорки То большая загадка знать меру Найти эту меру И вот найти эту меру Можно не с бухты-барахты Так, знаете, не просто так Нужны серьезные исследования Чтобы знать те грани, за которыми начинается консервация Убийство и лечение И только зная эти грани Как зная стороны скальпеля Где какая острая, где какая тупая Можно работать этим методом и этой технологией Поэтому мы говорим Ну, ваша ведь, Чашка Петри, научная программа Прежде всего мы говорим о научных основах Есть, конечно, история Замечательная, интересная история Начиная от мороженого Но научные основы стали формироваться Ну, последние, может быть, лет 40 Когда появилась практическая, острая потребность И появились первые, очень убедительные результаты Использования этого метода в клинике Вот тогда он стал изучаться всерьез Мы тоже приняли в этом участие Ну, а, извините, что я перебью Нормально, если вы меня не будете перебивать Мы будем говорить до вечера Уточняющий вопрос Когда мы говорим о кривомедицине Ты же не знаешь, что весь человек замораживается Нет, мы о креонике Давайте не будем о креонике говорить Каким-то образом нам нужно Заморозить, воздействовать низкими температурами На определенный, даже не всегда, орган На часть органа, которая может быть вообще глубоко внутри Да, как уничтожить то, что не нужно Раньше это делали просто Потому что можно было воздействовать на поверхностную опухоль И до сих пор воздействие на поверхностную опухоль Вещь простая Можно использовать распыление жидкого азота На эту поверхность Можно использовать другие способы охлаждения Ну, криогенного уровня Можно использовать аппликаторы То есть прибор, в котором циркулирует жидкий азот А кончик его охлаждается этим жидким азотом и эту поверхность прикладываем к опухоли, например, на коже, разрушая ее таким образом. И это все известно. А в последнее время, знаете, стремление к тому, например, опухоль глубоко в головном мозге. Как туда добраться? Сложно, если мы хотим сохранить еще человеку работоспособность. И полвека тому назад в Америке стали использовать зонды. Тонкий доступ. Ну, первые зонды были диаметром 5 мм. Самые хорошие зонды, которые сделали американские техники, это 3,85. 3 мм и 0,85. То есть не надо делать трепанацию, не надо ничего просто? Ну, дырочку, конечно, надо сделать, чтобы туда войти этим инструментом. Но это совсем другая травма. Немцы сделали 3 мм. Они же большие мастера. Но вы знаете, и тот, и другой размер все-таки великоват. Если говорить о пациентах онкологических, иногда очень ослабленных, ну, можно, в принципе, при сегодняшнем уровне хирургии, при сегодняшней хирургической технике и, главное, анестезиологическом уровне обеспечения этих операций, выполнить, ну, практически любого объема операцию. Ну, вопрос разумности, целесообразности, качества жизни пациента после таких операций. Иногда можно обойтись, что называется, небольшой кровью. И вот тогда использование этих инструментов, зондов, или зондов, правильно, позволяет решить эту проблему. Чтобы создать это, ну, мы много поработали. И что же происходит? То есть вот есть тоненький зонд, он проникает и достает до опухоли. И дальше что там? А, дальше самое интересное. Как это работает? Хочется разобраться. Да, дойти до опухоли можно. Есть методы ультразвукового компьютерно-магнитно-резонансного контроля, когда мы можем точно встать в опухоль. Мы можем ее заморозить. А что дальше происходит? Ведь мы же опухоль не удаляем. И вот именно оставшаяся замороженная опухоль и представляет для нас биологический интерес. Целебный интерес. Почему? Вот законсервированные продукты, они сохраняют вкусовые качества. Почти. Ну, почти сохраняют. Ну, почти, да. Есть можно. Есть можно, да. А жареные там продукты, они приобретают другие свойства. Вот замороженная ткань, самое главное, она сохраняет свои антигенные свойства. Белковые структуры, все, что связано с враждебной спецификой опухоли, на ней остается. Но если раньше это все было скрыто, замаскировано, и опухоль активно этому всему противодействовала защите организма, то сейчас она оказывается беззащитной. Она манифестировала свою антигенную структуру, проявила себя, всю свою подлость проявила. Она начинает рассасываться. И организм, если он еще способен бороться, конечно, с инфекцией, с враждебными антигенами, он видит эти антигены, которые поступают, рассасываясь, при рассасывании этой опухоли в теле человека. И он начинает отвечать на них выработкой, естественно, антител. То есть правильно ли я понимаю, что когда эта замороженная опухоль начинает оттаивать, то тогда иммунная система включается и ее просто уничтожает естественным путем? Да. Но ведь, вы заметьте, прививку от гепатита, например, делают три раза. Один раз прививку сделали, не защитили человека. Два раза сделали, не защитили человека. Ведь для того, чтобы появился сильный защитный барьер, нужно повысить титр противоопухолевых антител, концентрацию, количество этих антител до достаточно высокого, чтобы подавить. Поэтому надо выполнять эту процедуру несколько раз. А попробуйте-ка несколько раз оперировать пациента. Это же невозможно. А вот несколько раз уколоть его, это возможно. То есть не с первого раза происходит заморозка или несколько раз? Нет, несколько раз повторяется эта процедура. И в этом есть биологический смысл, когда мы заставляем организм противодействовать этой опухоли. Во-первых, заставляем его увидеть эту опухоль, распознать ее и ответить на нее своими естественными механизмами противодействия. Этого человека, этого пациента, мы заставляем бороться с его собственной опухолью. Не с какой-то абстрактной аденокарциномой, а именно с тем антигенным видом, который находится в его теле. И вот ради этого последние пять лет работает целая группа наших инженеров, конструкторов, программистов. Ну, удивительные люди, которые, не будучи врачами, не переживая так, как мы каждый день за наших пациентов, сделали очень большую работу за бесплатно, фактически на энтузиазме, много раз упираясь в стенку из-за невозможности и трудности решить эту проблему. Все-таки сделали это. То есть речь идет не только о том, что вы владеете этой технологией, но и сам инструмент тоже изготавливается. Да, это питерская разработка. Это отечественная разработка наша. Да, российская. Да, да, да. Это то, чем могут наши мастера гордиться. И вам есть что показать. А, да, конечно, конечно. У вас в внутреннем кармане лежит. Да, вы же знаете, что я это взял. Вот, понимаете, это коробочка. Вот все драгоценное женщины хранят в бархатных коробочках. У меня тоже есть драгоценное. В этой бархатной коробочке у меня раньше лежал золотой скалпель, который мне подарили коллеги, когда я менял место работы. Сейчас я этот скалпель заменил на другое изделие, но тоже золотое. Ну, не совсем золотое. Оно покрыто золотом. Электрохимически покрыто золотом. Так что вы можете его взять. Оно достаточно прочное. Длина его и устройства могут быть разные. Когда я на днях в Москве на конференции показал эту штучку, все спрашивали, а почему три? Почему три дырочки? В одну дырочку жидкий азот заходит, в другую дырочку выходит, а зачем третья? Для всех это было непонятно. Только китайский сказал, it's for the gas, для газа. Он сразу просек, что тут есть какие-то очень сложные хитрости. Так вот, внутри этой иглы, эта матрешка, внутри ее еще три иголочки. Представляете? Вот внутри вот этой вот... Внутри этой иголочки, вот внутри этой тонюсенькой капиллярной трубочки, диаметром полтора миллиметра, еще три трубочки. Там 22 лазерных шва. Каждый из этих швов, соединяющий трубки, толщина стенки которой в 40 микрон, плюс-минус чуть-чуть, проверена герметичность, вакуумную плотность, способность удерживать перепады температуры в диапазоне 400 градусов. Внутри геттер, углубляющий вакуум до минус седьмой степени. Внутри сепаратор парожидкостного потока, который прямо посылает жидкость в сторону, выбрасывает газ. Внутри оригинальнейшая разработка вихревой центробежный теплообменник. Вы знаете, ну чудо расчудесное. Просто удивительное чудо. И главное, что мы под контролем УЗИ. Главное, понимаете, точно поставить кончик этой иглы. Вот этот самый кончик. Все остальное теплое. Только здесь минус 190 градусов. Поставить и дальше нажать кнопку. Установить перед этим температуру. Какая температура нужна нам в данном случае. Нажать на кнопку прибора. Это достаточно большая такая установка. Ну почти как маленький холодильник. И дальше она все сделает сама. Отогреет, заморозит. Снова заморозит, снова отогреет. При этом будет удерживать ту температуру, которую мы задали. А мы следим ультразвуковым датчиком либо каким-то другим способом. Тем, чтобы границы этого ледяного шара захватили опухоль в нужном объеме. Чтобы они не повредили ничего лишнего. После того, как мы закончили эту процедуру, мы иголочку убрали. И сколько длится это по времени? Зависит от опухоли, конечно. Для доброкачественных опухолей, например, фиброденома молочной железы, достаточно одного цикла. Процедура может длиться 30 минут. Она может выполняться под местной анестезией. Не обязательно и наркоз для этого. Если речь идет о сложных случаях, о сложных опухолях, когда мы вводим не одну иглу, а вводим несколько игл, там, конечно, операция может продолжаться полтора часа. Иногда два часа. Если есть сложности в наведении, в точности попадания. Потому что всегда на этих операциях присутствует целый коллектив людей. Я же не говорю о том, что каждое решение о выполнении такой операции это всегда сложное решение. Потому что есть разные способы. и надо быть очень уверенным в том, что этот способ лучше. А как вы понимаете, что реагенные методы для данной опухоли – это лучшее решение? Вот какие критерии существуют для того, чтобы решить, что вот так… Да их много, Юлечка, их очень много. Лучше вот так, чем резать, чем что-то еще. Их очень много. Вы понимаете, во-первых, надо знать, что это такое. То есть вот мы говорим, допустим, о научных основах. Надо знать, при каких режимах, при каких скоростях охлаждения, на каких уровнях нужна какая экспозиция для того, чтобы опухолевые клетки погибли. Если мы можем соблюсти эти технические условия, тогда мы уже можем говорить о том, что они используют ли нам этот метод. Дальше мы начинаем думать, вспоминая просто элементарные противопоказания. Вы знаете, только у одного лекарственного средства нет противопоказаний. У какого? У свежего воздуха. Все остальные методы лечения имеют свои противопоказания. Так вот, противопоказания тоже есть. Если опухоль на стенке кишки, мы опухоль разрушим, будет перфорация. Ну, что хорошего. Если опухоль касается кожи, но еще не поразила кожи, но уже вросла в эту опухоль, еще качество жизни вполне приемлемое. Мы разрушим опухоль, получится большая рана. Неизвестно, как дальше пойдет это заболевание. Поэтому мы всегда очень хорошо думаем. И не всегда, даже в тех случаях, когда я вижу, что это можно сделать, не всегда нахожу понимание у коллег и не тороплюсь. Потому что есть еще чувство ответственности. Вы знаете, мало что-то придумать. Вот один чудак придумал крылья, привязал и прыгнул с колокольни. Я его уважаю, потому что он на себе это попробовал. А мы, придумав что-то, это пробуем. Ну, я тоже на себе пробовал. Естественно. Кстати, говоря о лечебных свойствах. Есть еще одно удивительное свойство у холода. Оно не просто убивает. Оно дает шанс организму восстановить это место полноценно. То есть, если мы разрушили кожу, восстановится кожа. Если мы зацепили клетки здоровой печени, восстановятся гипотоциты. И этот вопрос очень связан с регенеративной медициной. Это то направление, которое сейчас в чашечках Петри. Вот культура клеточек, вот ее посадить, и чтобы потом этой культурой полечить. Здесь подход немножечко другой. У каждого человека, я совсем вас заговорил, вы мне совсем вопрос не задали. Вы договорите, у нас есть вопрос, наши пользователи слушают, говорят, что просто какой-то удивительный у вас человек. Есть уже вопрос, но вы мысль закончите. Да, но вы меня почти сбили. Так вот, у каждого человека внутри есть стволовые клетки. Их немного. Но если бы их не было, не было бы регенерации. Но мы порезали кожу. Кожа зажила. За счет чего? За счет того, что стволовые клетки, которые были в коже, они, размножаясь, восстановили полностью. И оказывается, что в отличие от всех других способов повреждения, после кориогенного повреждения, стволовые клетки сохраняются. И дают новый пул молодых клеток. Мы это используем в косметологии, не только в косметологии. Мы используем это как фактор омоложения. Но опять же, точно зная, сколько, когда и на сколько нужно этим воздействовать. И когда вокруг зоны повреждения, вокруг зоны разрушения, в здоровых тканях остаются здоровые стволовые клетки, они являются источником регенерации, полноценного восстановления. Но это дело будущего, когда мы будем лечить гепатит иголочкой, панкреатит иголочкой. Судя по тому, что вы рассказываете, будущее уже наступило. Ну да. Но не для всех. Не для всех. А вы знаете, каждое новаторство должно быть наказано и сильно. Вы помните, может быть, историю про земельвейца, которому стоит памятник, спаситель матерей и детей? Напомните нам, пожалуйста. А он заставлял акушеров-гинекологов, которые лечили больных с родовой горячкой, мыть руки. После того, как они посмотрели одну пациентку и пошли в другую. Его за это выгнали из клиники. Сказали, вы что тут свои порядки вводите? В немецкой клинике, педантичной, со строгими порядками вы вмешиваетесь в наш изумительный процесс. И выгнали его. Он пошел, бедненький, работать в какую-то захудалую больницу, но по-прежнему мыл руки. И теперь ему памятник стоит. Георг Гюрий, вы сказали очень важную вещь, именно на нее среагировала наша аудитория. Вы сказали, что пробуйте на себе. Каждый человек, кто профессионально подходит к вопросу, делает это на себе. Это уместно спрашивать вас здесь и сейчас? Запросто. Что это было? Расскажите. Запросто. Ну, Юлечка, найдите на моем лице следы двух уничтоженных опухолей. Одна опухоль – базально-клеточный рак кожи, а вторая опухоль – эпидермальная карцинома. Диагнозы нормальные. Лечил я себя без анестезии, сидя перед зеркалом, используя… Где же та песня условного Высоцкого, про человека, который сам себе аппендикс, помните? А, ну это не Высоцкий, по-моему. Ну, неважно. Это на подводной лодке было. Я к тому, что почему мы узнаем об этом только здесь и сейчас? Это круто, конечно, что мы узнаем это здесь и сейчас, но почему такие удивительные вещи как-то не становятся раньше достоянием? Вы это скрывали, вы это в секрете держите. Да, вы знаете, прежде чем что-то заявить, надо быть уверенным, что когда тебе скажут, что ты дурак, ты сможешь ответить на это не обидевшись. Логично. Так вот, сейчас мы можем ответить на это не обидевшись. У нас есть достаточно данных, достаточный опыт и даже оборудование. Кстати, разрешенное применение в клиническом, зарегистрированное в Росздравнадзоре. Что такое Росздравнадзор, я вам могу рассказать в следующих передателях. Ну да, мы условили, что про креогенные дела до вечера, а здесь можно и неделю проговорить. Да, здесь можно и неделю. Мы три года регистрировали это оборудование. Мы три года не смели о себе заявить. Это вот это оборудование, да? Да, когда оно уже было сделано, когда оно было тестировано. Три года прошло напрасно. Сейчас у нас уже есть не просто оборудование, есть клинический опыт, есть результаты. У нас есть школа, кстати, по системе интернет, профессиональным каналам мы проводим обучение. Ведь дело в чем, нет этой специальности в медицине, нет специальности криомедицины, нет специальности криохирургии. И все, кто занимается этим, они вынуждены быть самоучками. Шарлатанство. Как скажет любой профессор. В медицинских институтах вот этим методом... Его не преподают. Не только же в онкологии используется. Так он используется повсеместно. Он используется и в криобиологии, а вы как биолог даже, оказывается, не изучали криобиологию, как я сейчас выяснил это. Точно так же и врачи, закончив медицинский институт, понятия не имеют о криомедицине. Они с удивлением видят вот эту процедуру, которую мы выполняем в операционной. Для них это непонятно. А вот старики, извините, я про себя, те, которые не владеют этим методом, говорят, да господи, да мы плавали, знаем, дурь это анахронизм. В 70-е годы морозили всех все и подряд. И какие были результаты? Это как морозили всех все и подряд? Вы знаете, вот когда появляется новый метод, глаза большие, руки горячие, ловкие, хочется сразу его внедрить, этот метод, и сразу его использовать. Появилась коррегенная технология. Это было 60-е, 70-е годы. Это был прорыв, технически обеспеченный, очень серьезным техническим уровнем. И врачи энтузиастически настроены, как Пирогов говорил, первая фаза – это энтузиазм. Вторая фаза – это нигилизм. На этой стадии сейчас все остановились, потому что, не зная сути, не зная показаний, противопоказаний, стали использовать, где попадя. Получили тяжелейшие осложнения. Естественно. Махнули рукой, сказали, нет, ну это невозможно, ну как это можно пользоваться? И на этом застыло все. И это мнение в умах людей моего поколения настолько прочное, что я не пытаюсь его исправить. У меня надежда только на молодых, но только на тех из них, у кого в глазах огонек есть, которые не смотрят на нас, на учителей, как на богов, которые видят в нас отчасти что-то прошлое. Вот эти люди, может быть, смогут это продолжить. А скажите, пожалуйста, какой процент тех, кто смотрит именно так? 5 процентов. Я ведь преподавал всю жизнь, можно сказать. И это константа? Нет, она колеблется. Вы знаете, были замечательные периоды. Вот, например, когда только был создан институт, в университете в Большом был медицинский факультет создан. Да, и сейчас есть. Да, были первые наборы. Вот первые наборы, я заходил в аудиторию, я видел горящие глаза. Это была удивительная аудитория, понимаете, благодарная, восторженная. Потом прошло несколько лет. Ну, может быть, 2-3 человека сидят, что-то пишут. Ну, они просто пишут. У них даже вот не тот блеск в глазах. Они, понимаете, студент должен слушать. Ему некогда писать. Он должен поймать каждое слово сказанное, потому что оно может не повториться. Они просто сидят, пишут. А другие просто иногда не приходят. Полупустой зал. Ну, зачем я буду тратить время и ехать каждый день на машине с Васильевского острова вечером в пробках для того, чтобы вот потерять столько времени на людей, которым это неинтересно. Зачеты экзамена у Вас, я так понимаю, что было невозможно потом преодолеть. Один из моих учеников сказал, что самым страшным наказанием у нас на курсе, я когда преподавал в военной медицинской академии, когда начальник курса говорил, я тебя не поставлю ни в наряд, ни на глупт вахту, ты пойдешь сдавать экзамены Прохорову. Вот так вот. А кто сейчас Ваши ученики? Как они попадают? В институте не учат. Вы затронули интересный вопрос. Ученик – это свойство, которое принадлежит ученику. Ученик может себя считать учеником. И это честь для учителя. Но учитель не может считать учениками своими тех, кто у него учился. Каждый человек. Вот вы говорили про Высоцкого. Выбирайтесь своей колеей. Это из его песни. Поэтому каждый ученик должен идти своим путем. И я очень рад, что ученики, которые у меня учились, среди тысяч лиц, которые у меня учились, я вижу бриллианты, которые сегодня сияют. Я ими горжусь. Когда я вижу, как они работают, как они оперируют, я думаю, как летающий летчик, пора приземлиться на Землю. Пусть летают молодые. Раз уж мы заговорили про Владимира Семеновича, есть другая история, которая лично мне очень нравится. Вот откопаем он опять, начнет три нормы выполнять. Когда не получается что-то. Ведь что-то не получается, не все сразу. Вдоль дороги все не так. Так. Продолжаем. Все не так, ребята. Наша дуэль. Я к тому, что как, не знаю, вы справляетесь, насколько это отлаженный механизм командной работы, или все держится на одном человеке. Если есть трудности, их преодолевать необходимо. Нет, вы понимаете, трудности на каждом шагу, каждый час. И всегда можно перед каждой трудностью остановиться и сказать, что это невозможно. И я это много раз слышал от своей команды. Иногда у меня у самого появлялись такие мысли, да невозможно это сделать. Ну что лбом операции, что биться лбом в открытую, будто бы, но нарисованную дверь. Головой в стенку. Ну что делать? Тут получается, что нужно преодолевать. По-другому это никак не получается. Без единомышленников, без людей, вы знаете, вот таких людей я ни в одной стране не видел. Я много общался, в разных местах был. Ездил и в Америку, и в Италию, и в Китай. Много видел, многому учился. Но, вы знаете, вот таких мастеров, не просто мастер, не просто специалист, а душевный человек, который болеет за дело, который отдает свое время, личное время. Таких я нигде не видел. Сколько у вас человек в команде? Команда у нас та, которая постоянная, 8 человек. 5 лет мы работаем. Но, вы знаете, будет обидно, если я не назову еще десятки людей, которые пытались это сделать, вложились туда силы, время, но у них не получилось. Они сказали, нет, это невозможно сделать. Ну, они чем-то нам помогли. Мы перешагнули через этот шаг, через это препятствие, другим способом. А те вот, которые остались, ну, они уже обречены. Столько сделано, что сейчас оставить это, бросить невозможно. А чтобы это сделать, вы знаете, надо многое, что изменить вообще. И эта проблема уже касается не нас. Мы сделали. Мы показали. Мы, так скажем, показываем путь, путь, по которому можно двигаться. Мы вовсе не уверены, что это прямой путь, что это универсальный путь, что это главная дорога. Но это та дорога, которая, может быть, ведет к кладу, может быть, ведет к светлому месту. И не важно, что они гонят по этой магистрали, как говорят русские, отстали навсегда. По этой дороге пусть они бегут. Мы готовы отстать навсегда, потому что у нас есть своя дорога. И по этой дороге мы можем оказаться ближе к той цели, к которой все стремятся. Вы понимаете, онкология ведь это же не медицина, это биология, это ваша специальность, это физика, это вообще происхождение жизни, борьба видов разных между собой, межвидовая борьба. Поэтому ни нам, ни иглами, ни острыми железяками проблему не лечить. Вот, собственно, вопрос, да, про конкуренцию. Другие известные методы борьбы с той же онкологией, каким-то образом взаимодействуете, общаетесь с партнерами? Ну, конечно, конечно. Или это соревнование, и это толкание локтями? Нет, нет, ну что вы, как можно? У нас ведь нет интереса, чтобы протолкнуть именно что-то, вот эту технологию. У нас интерес только один, интересы больного. Мы это все делаем не для того, чтобы высунуться и сказать, ах, какие мы рукастые, головастые, умные. Мы это делаем для людей, для пациентов. И исключительно из желания им помочь. И поэтому, если мы видим, что надо лечить вместе с радиологами, с химиотерапевтами, с хирургами, или даже просто с психологами, мы работаем все вместе. В институте онкологии Петрова нет такого, чтобы кто-то высовывался. Наоборот, все ищут поддержки друг у друга. Ни одно решение не принимается без участия радиологов, химиотерапевтов, хирургов, всего коллектива. И на консилиумах эти вопросы стоят достаточно острые. Да, бывают случаи, когда говорят, да, Георгий Ильич, ваш выход. Я согласен, иду. Но если я вижу, что здесь другой метод будет более эффективен, я на консилиуме просто молчу. Меня не спрашивают, я вижу, что там есть другой путь. И этот путь, на мой взгляд, верный. Зачем я буду высовываться? Что говорят иностранные коллеги вот по поводу вашей разработки? Ну, про китайцев я сказал. Да, если у них интересы. А мы ведь не первые. Вы знаете, вот в Америке 15 лет тому назад Питер Литруб в Детройте начал лечить рак молочной железы этим методом. Боже мой, чего только не натерпелся этот человек. Но он не был хирургом. И до сих пор он не хирург. У него другой менталитет. Он интервенцианист-радиолог. Он смотрит на процесс не с точки зрения вот рукастости. Вот я сейчас вырежу, выброшу и все сделаю. Он смотрит на процесс по-другому. И он сейчас показывает 10-15 летние результаты лечения рака молочной железы. Органо-сохраняющая тактика. И я его спрашиваю, ну как у тебя дела? Он говорит, ну я тебе не буду рассказывать, чего мне это стоило, сколько лет жизни. Без инфаркта. Все обошлось, уже хорошо. А сейчас изменилась психология пациентов. Женщина, у которой появляется опухоль в груди, она превращается в комок нервов. Ей грозит операция. Может разрушиться все. И она старается не идти к врачу. Тянет. Запускает. И как раз потом случается плохое. А когда у нее есть шанс, есть возможность вовремя и быстро пойти на органосохраняющую операцию, он говорит, теперь совсем другие пациентки. пациентки прибегают, я ей говорю, у вас все в порядке, вас не надо лечить. И он очень рад, что появляются такие пациенты. У нас же сейчас часто бывает ситуация, запущенный случай. Ну почему вы раньше не пришли? Все равно бы я к этому уже и пришла, говорит пациентка. Дальше. Человек длительный период живет от начала жуткого диагноза онкологического до конца своей жизни. И он может умереть не от онкологии. Он может умереть от инфаркта, инсульта. И очень часто так случается. Но психологически он уже немножечко оказывается подавлен. И напрасно. С онкологическими заболеваниями и можно жить счастливо. Не правда ли? Вы так и не увидели ничего на моем лице. Ну это прекрасно. Так вот, экономический аспект этого дела. Если бы кто-то посчитал, так как это сделали американцы, они же все считают, оказывается выгоднее потратить большие деньги вот на такое лечение, на малоинвазивное лечение. У них это очень дорого. Мы же сделали другую совершенно модификацию. Это не аргон и гелий с давлением в 300 атмосфер. Это не одноразовая дорогая иголочка. Это многоразовый инструмент, который стерилизуется. Это дешевый, жидкий азот, 25 рублей литр. Пожалуйста, прямо на разливное море. Оказывается, что люди, которые прошли через органы, сохраняющие операцию, они сохраняют работоспособность, социальный статус. И в этот свой период, иногда трудной жизни, они имеют достаточное качество жизни. Они приносят обществу пользу. И это все окупается. Я уж не говорю про моральную сторону. То есть, онкологический диагноз перестает быть приговором, когда человек должен подчинить себя только болезни и всем, что с ней связано. Ну да, конечно. Понимаете, это такая же болезнь, как и все другие болезни. Мы, например, не можем вылечить человека от атеросклероза. Но никто почему-то не боится диагноза атеросклероза, потому что все этим болеют. А вот как онкологический диагноз возникает трагедия. Да нет трагедии. Да, есть, конечно, элемент напряжения, драматизма. Но не надо превращать это в тупиковую ситуацию, когда не идешь к врачу, потому что боишься, вот тебе там сделают какую-то операцию. Да не кровожадные мы хирурги. Понимаете, онкологи, они же за каждого пациента переживают. Они выбирают оптимальный способ. А если теперь появляется этот способ, то это еще один шанс, это еще один вариант. Вот ради чего это все сделано. Вот так вот. Когда здесь была ваша коллега Ирина Александровна Балдуева, мы говорили о другом методе о дендритных клетках. Мы с ней вместе работаем, кстати. И она говорила, что рак сейчас излечим, он перестал быть. То есть, да, есть, конечно, случаи, когда люди очень поздно обращаются, но даже и в ее практике люди на четвертой стадии более пяти лет уже неплохо себя чувствуют. Кстати, она наш самый строгий судья. Когда мы говорим о том, что вот иммунный ответ, иммунный ответ, она же объективно оценивает этот иммунный ответ. есть он или нет. И мы как раз именно Институт онкологии Петрова выбрали как место продвижения, ну, естественно, не без поддержки коллег, для того, чтобы нас сразу пресекли, если мы не правы. И если пресекут, то пусть пресекут специалисты, а не просто так. И мы пошли на самую тяжелую проверку в Институт онкологии Петрова. Они нас приняли. Они нас обсудили. Да. И непросто было. И как вот мне кажется, я имя благодарен за это, они нас приняли. Сейчас этот метод используется. Используется активно. На некоторых отделениях опухоли головы и шеи используется очень часто. На других реже. Но это еще только начало. Это начало пути. Что касается других свойств холода, кроме онкологии и убийств. Да, да. Хотели же поговорить. Значит, я уже вам показал, что косметический эффект прекрасный. Но если все-таки приглядеться, то можно увидеть белесоватый рубец. У меня верхняя часть лба. Почти посередине. Ну, это может быть, знаете, детский шрам какой-нибудь. Раз я вам показал, теперь видно. Ну, нос вроде нормальной формы. Так что, в общем. И вы знаете, когда мы все это поняли, вот эту особенность регенерации, и когда я устал размахивать саблей, операционной, мы сделали специальную организацию. Называется она Международный институт криомедицины. Это частная организация, но в этих условиях мы могли развиваться самостоятельно, независимо. И у нас есть отделение. Оно занимается в том числе косметологией, в том числе онкологией. Оно работает в таком темпе, что записаться бывает проблемно. Но не важно. Важно, что кроме драматической части в криомедицине есть очень изящная часть в криомедицине, касающаяся эстетики, красоты, косметологии. И на основании этого как раз будет вырастать направление регенеративной криомедицины, когда мы сможем восстанавливать пораженные больные органы. Как мы восстанавливаем пораженную кожу, так же мы можем восстанавливать и другие органы. Принцип тот же самый. Только надо это делать. Только надо подходить к этому очень серьезно, очень аккуратно. И вот это направление, оно, знаете, может быть, даже будет более перспективным, потому что онкологические проблемы будут решаться биологическими способами. Уже есть таргетные препараты. И уже есть проявление слабости этого направления. Эффект ускользания, сложности некоторые, дороговизны необычайно. Есть и будут обязательно следующие этапы изучения проблемы. И эта проблема будет решаться. Я к этому отношусь очень позитивно. Иначе бы я давно бросил и медицину, и вот это вот все бы бросил, и жил бы счастливо, понимаете? И не было бы у меня никаких проблем. Но вера, вот она мешает. Она мешает успокоиться. А знаете, врачи иногда рекомендуют людям с определенными заболеваниями, скажем так, сменить климат обычно на воды, в тепло, к морю. Вот есть ли какие-то заболевания, когда холод, наоборот, был бы полезен. открыть санаторий где-нибудь в Мурманской области для больных чем-нибудь. Есть ли такие? Вы знаете, я не знаю таких заболеваний, которые были бы излечимы именно холодным климатом. Я знаю, что иногда людям надо действительно менять, если не профессию, если не машину, то что-то в жизни надо менять. И иногда действительно изменение образа жизни, я уже немножко на другую тему склоняюсь, меняет течение заболевания. И это тоже очень важно. Но опять немножко другой вопрос выходит за криомедицину, выходит за наук. А если говорить про вашу чашку Петри, я могу сказать так, что я совсем недавно работал с чашками Петри реально. Мы сеяли микробы вместе с раковыми клетками и видели, как они взаимодействуют. И вот один вид микроба, только один вид микроба вдруг стал подавлять рост раковых клеток. Теперь нам надо найти этот компонент в этом подлом микробе, чтобы выделить его в чистом виде и потом его использовать. В природе все гармонично. У каждого живого существа есть враг. Его надо найти. У раковых клеток тоже есть враг. Его надо найти. И он в природе. Так же, как у человеков. А кто самый большой враг у человека? Человек. Вот тот да. Homo hominis lupus est medicus medic lupissimus. Кто самый большой враг врачу? Тот же врач. Потому что на фоне наших проблем, когда мы достигаем своих вершин и вдруг видим, что кто-то делает что-то по-другому, мы его уже не воспринимаем, мы его отторгаем, мы его подавляем, потому что он не такой, как все, потому что он крылья к своим рукам привязывает. но в этом основа стабильности, чтобы не было вот этого аферизма, вот этого не то, что новаторства, вот этого неуважения к пациенту, неуважения к человеку. Нельзя пробовать, нельзя экспериментировать, нужно сопереживать, помогать всем, чем только можешь. если ты чего-то не можешь, ну сделай так, чтобы ты это мог. Я готов отвечать на сотни ваших вопросов. Пока мы с вами беседовали немножко до эфира, вы сказали, что любите баню. Баня это перепады температуры. Это сибирские манеры. В зимнее время, когда есть парилки, люди в холодную воду. Я надеюсь это сделать в ближайшие дни. Вот достаточно такое стрессовое состояние для организма. Вы про криосаунус? И про криосаунус тоже хотел спросить. Но вот такой более доступный для всех вариант, когда перепад такой температуры организм переживает, что в этот момент с организмом происходит, и чего там больше, пользы или вреда, или как обычно все относительно. Опять же, вот интересный сюжет. Ганс Илья, фармаколог, стал изучаться, как ему сказали учителя, вы занялись фармакологией грязи. Как так можно заниматься неизвестно чем? Стресс-реакция. Вот когда человек оказывается в экстремально опасной для жизни ситуации, по неволе в нем срабатывают все защитные механизмы. Нервно-психические, гормональные, метаболические, все начинает работать с максимальной силой. И единственный недостаток стресса психоэмоциональное напряжение. А как заставить организм испытывать все то же самое, но совсем с другим ощущением, с удовольствием. Понимаете? Вот создать хороший эмоциональный фон, фон удовольствия вместе с жесточайшим стрессом для всех физиологических систем, для соматики, для тела. Вот пусть оно бунтует, пусть оно паникует, но для вас это удовольствие. Поэтому люди заходят в криосауны, прыгают в ледяную прорубь, моржуют, прыгают из парилки в снег. Таким образом, они по неволе побуждают мощную мобилизацию стрессорных механизмов защиты организма. Организм в ужасе. Его бросили в холодную воду, он думает, что он психологического с мощным соматическим негативом создает хороший фон плюс психологическая разгрузка. Ты уже не так боишься этого холода. Дайте рецепт. Как победить тех, кто в бане тебе не подчиняется и автоматически лишается всех тех удовольствий, о которых вы нам рассказываете? Ну, найти им другие удовольствия. Только так. Не переделаешь человека в бане. Нет, не переделаешь. И сильно в сугроб кидать не надо. Вы знаете, переделывать человека, воспитывать человека не надо. Его надо любить и ему с внуков, с детей, то все будет хорошо. А в баню в таких терапевтических целях никогда ходить не поздно и не рано? Начинать вот такое... Вы знаете, если меня сейчас услышат врачи-кардиологи и скажут, что я тут пропагандирую баню, а у человека стенокардия или еще какие-то серьезные проблемы, мне мало не покажется. Но я считаю, что никогда ничего не поздно. И если, опять же, повторяем, что можно изменить что-то в своей жизни, если вы чувствуете, что это нужно, ну что ж, не надо бояться выехать из своей колеи, изменить свою жизнь. Так что было бы время, было бы силы. А криосауна при каких состояниях врачи рекомендуют изучать криосауну? Это очень сложный вопрос. Еще японцы заметили, что если человек, дедушка с артрозом оказался в холодном помещении и живет в холоде, то у него суставы перестают болеть, они стали специально людей охлаждать. В этом есть какой-то резон, есть клинические наблюдения. Но сказать о том, что это сейчас достаточно аргументировано с научной точки зрения, я не могу. Есть позитив, между тем есть и опасность. как и все методы, кроме свежего воздуха, имеющие противопоказания. Этот метод тоже имеет противопоказания. И с этим мы тоже сталкивались, потому что мы же не смотрим только узко в одну точку. Мы по неволе должны смотреть на проблему широко. Мы не можем не касаться проблем криоконсервации, потому что та же самая температура может законсервировать раковые клетки. и вообще нас окружает не плюс, а космос это минус. Когда мы полетим на другие планеты, мы же будем тоже в креоконсервированном состоянии. Иначе мы просто не долетим. Поэтому консервация, физиология, физиотерапия, низкие температуры это необычайно интересное. Зона, и чем больше в нее погружаешься, в эти холода, тем она интереснее. Тем яснее становится, что мы сможем используя естественные физиологические факторы, в частности фактор низкой температуры. Мы же используем высокие температуры, также и низкие температуры. Правильно если их использовать, это очень хорошо. Это очень нормально. Только надо все это делать очень серьезно. Георгий Игоревич, новостной один сюжет, который важно, чтобы вы прокомментировали. Это было какое-то время назад, по-моему, в конце ноября больная раком британков в суде добилась права быть замороженной. страдающей от неизлечимой болезни 14-летней британки пришлось в суде отстаивать право на криогенную заморозку своего тела. Девушка, страдающая от редкой формы рака, знаете эту историю. Можете прокомментировать? Да, и более того, сотни человеческих тел находятся в состоянии криогенической криоконсервации. Мы знаем, но мы через эту новость хотели подойти к этому вопросу. О чем это нам говорит? Что это вообще все значит? Ну, знаете, есть разные вещи. Когда мы говорим о консервации генетического материала, вот, например, нам надо создать банк всего живого, что есть на нашей планете. От растений до животных и всех видов. Да, это нужно делать. Надо сохранить этот генетический фон в виде консервированной ДНК. Когда мы говорим о завершении человеческого пути, мы, прежде всего, должны подумать о душе, о том, что человек в себе несет. Душа человеческая это то, что человек в себе несет и унесет вместе с собой. А душа в то же время это то, что останется в других людях. Поэтому уход одного человека как физического субъекта, как гибель тела вовсе не означает гибель души, потому что он остается в памяти его близких, окружающих людей. И это, пожалуй, самое главное. Поэтому нельзя стремиться к невозможному, к сохранению своего тела навечно. Когда мы это понимаем, мы по-другому смотрим на крионику. Крионика сегодня это разновидность эвтаназии. Человек имеет ли право на эвтаназию? Я не знаю, не берусь судить. Но это выбор каждого человека. И этот выбор я всегда уважаю, как бы к этому люди не относились. Как ученый и как медик. Я против того, чтобы не бороться. Сложить руки и перестать бороться. Но надо в конце концов понимать, что жизнь конечна. И этот конец должен быть достойным. И это забота не только родителей, той девочке. Это наша забота. Потому что не все люди решаются на такой шаг, как сделала эта девочка. Многие люди терпят до конца. А мы им должны помогать. И этот длинный промежуток, с которого мы начали этот разговор, от заболевания до конца, нужно поддерживать в виде достойного образа жизни, в виде помощи. Иногда не только медицинской, хирургической, криогенной, и психологической. В этом задача медицины. Поэтому я понимаю многих врачей, которые становятся священниками. Есть что-то общее между врачами и между теми людьми, которые занимаются душой. Скоро мы заговорили про кирогенную заморозку, сотни тел. Это вообще имеет какой-то смысл, кроме психологического в будущем? Я имею в виду психологического действия сейчас для тех, кто это делает. Это имеет смысл? В этих замороженных телах сохранен генетический материал. Это тела, которые никогда не оживут в том виде, в каком хотелось бы. В физическом смысле, как объекты биологические, и, конечно, в психологическом смысле, как носители интеллекта, памяти и связи с близкими людьми. Этого никогда не произойдет. Но в них, может быть, окажется полезным для потомков генетическое сохранение информации, и у нас в Институте онкологии Петрова в больших танках с жидким азотом хранятся опухоли. Это как раз тот вариант, когда мы сохраняем генетический подлый код опухоли для того, чтобы, может быть, через десятилетия вернуться к этим опухолям, разобраться, понять, почему мы не смогли спасти, а почему этого мы смогли спасти, и будем решать это на генетическом материале. В этом плане тела являются генетическим резервуаром, но не более того. Это совершенно разные вещи. Это эвтаназия. достойный уход из жизни, но очень с моей точки зрения. Бороться надо всегда. Всегда надо бороться. Как лягушка в молоке. Как говорил Теодор Драйзер, не всякое сопротивление кончается победой, на всякой гибель начинается с утраты воли к сопротивлению. Вот здесь мы переходим еще к одному важному вопросу. Юля, у вас есть еще вопросы? У меня последний. Скажите, пожалуйста, новости, которые на нас просто как-то валом сыпались в 15-м году. Я просто заголовки сейчас смотрю. В Москве ушел из жизни больной раком. Сам ушел по своей воле. Не можем мы говорить почему в эфире. В Москве опять же застрелился и так далее. То есть вот эти новости, когда онкобольные люди, в том числе известные люди, люди вроде бы обеспеченные, люди вроде бы защищенные, вроде бы с властью, уходили из жизни раньше срока. Они не могли терпеть, они мучились. Вы как онколог можете как-то объяснить эту ситуацию для тех, кто не в теме? Вот этот сюжет. Видели ли вы его и в чем здесь причина? Ну, за свои годы я много, конечно, чего видел и не хочется обо всем этом говорить. Я отвечу на ваш вопрос, может быть, в общих чертах. Я понял вас. Я вас понял. Я очень хорошо понял, но, знаете, вот манера отвечать издалека она у меня неисправима. люди, которые уходят из жизни, они принимают свое решение всегда, я считаю, всегда неправильно. Никто не знает своего будущего и не надо пытаться им управлять таким образом, лишая себя всякой возможности бороться, лишая себя всякой возможности изменить то, что тебе сейчас кажется непреодолимым, невозможным и непереживаемым. это лишь мгновенное ощущение. Оно не должно быть необратимым. Человек никогда не должен стремиться к самоубийству. Я не думаю, что среди самоубийц число онкологических больных больше, чем среди всех людей. Я не думаю, что онкологическая проблема настолько доминирует над всеми другими житейскими проблемами, чтобы сказать, что именно онкологические пациенты заканчивают жизнь самоубийством. нет. Я думаю, что это болезнь. Это тяжелая болезнь, которая бывает у людей внешне, казалось бы, сначала здоровых. Это тяжелейший срыв, скорее медицинская ситуация, чем житейская. И каждый человек, я считаю, решающийся или думающий об этом всерьез, болен. Его надо лечить. Мы говорим здесь не об онкологии. Это не онкологическая проблема, это даже не социальная проблема, с той точки зрения, когда говорят, там не было обезболивающих, не было лекарств, не было помощи. Не в этом дело. У всех возникают эти проблемы, у всех бывают сильные боли, душевные, физические, разные. Ну что ж теперь? Распоряжаться, лишать себя шансов бороться? Только так я это понимаю. Это неправильный путь. Мне так кажется. Ну что мы о грустном? Да, давайте о хорошем. Да, у нас есть еще немного времени, хочется закончить все-таки действительно на какой-то позитивной ноте. зима впереди, холод. Еще такой вопрос, о котором часто говорят в последнее время тоже, когда у нас становится сейчас очень популярным, здоровый образ жизни. нет ничего плохого, если люди начинают слишком фанатично к этому относиться. Закаливание. Есть ли все-таки в этом тот смысл, о котором многие годы говорят, о том, что если с детства детей купать в проруби, выливать холодной водой, то потом впоследствии они меньше болеют. Даже взрослый человек начинает этим заниматься. вот с вашей точки зрения все-таки как с этим всем быть? Можно я повторюсь? In modus test regus. Самое трудное это знать меру. Чтобы знать меру, нужно хорошо понимать ситуацию. И всякая ситуация неповторимая, всякая ситуация конкретная, очень конкретная. Поэтому иногда надо человека вылечить сначала, а потом его закаливать. Но нельзя его лечить методом закаливания, если он болен. Вот эти ситуации тоже. у нас удивительная наука. У нас никогда нет одинакового стандартного ответа. Вы сходите к одному врачу, потом второму, третьему, четвертому, пятому, и вы будете иметь пять разных рекомендаций. Ну, что делать? Только от пациента зависит какой же выбор. Или кто из врачей будет убедителен? Вы знаете, самый трудный вопрос выбор. Когда пациент не знает к кому пойти и решив этот вопрос для себя, он решает многое в своей судьбе. И когда меня родственники спрашивают, что вы посоветуете, вот болен мой отец, у мамы, у близких какие-то проблемы, что вы посоветуете? Я им говорю, во-первых, первый мой вам совет. Ничего не советуйте. Каждый человек должен нести свой крест. Взрослый человек в своем сознании пусть принимает решение сам. Это его право, это его воля, это его привилегия. Вы сегодня ему посоветуете? Завтра, не дай Бог, он выполнит ваш совет, и это кончится бедой. Как вы дальше жить будете с вашим советом? Поэтому оставьте груз тот, который должен человек нести сам. Вы начнете, вы знаете, вот несешь тяжесть двумя руками, и вдруг тебе кто-то помогает с одной стороны. Ну, вот так вот не надо помогать людям. Надо помогать словами сказать неси, да, тяжело неси. Ну, а что по-другому? Остается пожелать нашим слушателям и зрителям наверное все-таки не оказаться в числе ваших пациентов. Ничего себе рекомендации. Я имею в виду, чтобы люди все-таки не столкнулись вообще с онкологическими проблемами. Ну, в этом смысле я согласен. Но если уж им придется с этим столкнуться, то они не отчаивались, а обращались в институт онкологии имени Петрова, где, в общем, даже исходя из того, что мы слышали в этой студии, сейчас возможно очень много. Но это не реклама. Нет, это не реклама. Это не реклама, потому что мы работаем как на фронте. Вы знаете, такой, к сожалению, поток пациентов, что вот больше, ну больше уже некуда. Ведь врачи приходят рано-рано, а некоторые спать остаются. Потому что не провернуть такой объем работы без личной жертвы, так скажем. Поэтому, конечно, пусть приходят всем, всем будем помогать изо всех сил. Но нам надо, чтобы пациент сам боролся. Если он не хочет бороться, то не надо приходить. Это точно. Ну, а всем, кто избежит участия визита в клинику онкологии, в институт онкологии, мы желаем, наверное, мерзнуть с удовольствием, чтобы стресс организму создавать, но не переживать по этому поводу. Ну что ж, спасибо огромное. Мы говорим Юлию Смирновой за проведение ТВ-эфира и нашему гостю, доктору медицинских наук, хирургу-онкологу, члену Совета Директоров Международного Общества Криохирургов, ведущему научному сотруднику НИИ онкологии имени Петрова Георгию Прохорову. Георг Георгиевич, спасибо большое, очень приятно было. Вам спасибо. Спасибо большое. Мне было приятно с вами провести это время. Я думаю, что мы придумаем еще повод, однажды непременно повторим и поговорим еще. Спасибо. Вам спасибо. Субтитры подогнал «Симон»